Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка Эмили. Если вы сейчас собираетесь кушать, то давайте кушать вместе. Я взяла боксмастер меню. Как вы видите, здесь сыр прям вытекает. Я подумала, что это будет маловато, и еще взяла стрипсы себе. Холодный, ледяной просто. Напиток у меня это кола. И давайте приступим. Как долго я ждала свой заказ. Не хочу как бабка старая постоянно ныть, но реально легче просто заказать через доставку. Тебе привезут, ты переплатишь там, не знаю, рублей 100, но зато сэкономишь кучу времени. А я еще торопилась, мне как бы нужно было отправить деньги, связанные с работой. Короче, неудачный день. Деньги отправить не смогла компаньонам. И получается, наушники пошла смотреть для своего телефона. Представить не могла, что это настолько геморройно. У меня всегда был Samsung. Я как бы была очень довольна им. Пользовалась. Покупала самые дешевые наушники. Я вроде как два дня никак не могу найти свои оригинальные наушники. Посеяла где-то. Решила купить еще одни, чтобы были. Господи, как остро. Зашла в несколько магазинов и везде продают наушники с блютузом. Я не поняла, то есть юмора, как это работает. То есть вроде проводные наушники. Но если ты не включишь блютуз, наушники не работают. Это блютуз тоже через раз находит эти наушники. Это дверь моего балкона. Оставила, чтобы комната проветрилась. Ну, в общем, что касается AirPods, я их не хочу. Не потому, что у меня нет денег. Как говорят все блогеры в TikTok. У тебя нету айфона и айрподса. Не потому, что тебе не нравится айфон. А просто потому, что у тебя нет денег. У тебя проводные наушники. Просто потому, что у тебя нет денег. Не соглашусь. Я просто ленивая попа. Мне надоело заряжать телефон. Не то, что еще и наушники, еще и часы заряжать. Господи. Ммм, как вкусно. В общем, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Покупаете ли вы оригинальные? Или если не оригинальные, возможно, откуда-то можно заказать. Мне сказали, оригинальные стоят 50 монат. Это делает 2,5 тысячи. Но это тоже непонятно, реально оригинал или нет. Сказать, что я сильно довольна айфоном? Нет. Не так пойдет. Много мороки. Очень нравится, как ты одеваешься, все твои платья. Особенно последняя фотография в инстаграм. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Я тоже живу в Баку, в районе 8. Я в таких коротких платьях, когда выхожу на улицу, меня раздражают люди вокруг. Мужчины, невоспитанные чушки и чурки, которые начинают тебе вслед мяукать, делать кс-кс. Встречалась ли ты с таким отношением и что делать? Я хочу одеваться так, как нравится мне, не обращая внимания на людей вокруг. Хороший вопрос. Тема, которую мы не обсуждали. Я действительно соглашусь. У нас очень много таких, которые приехали из деревень. Они что думают? Сделав пару раз кс-кс, я сразу такая мяу-мяу. Я просто, когда вижу, что меня как-то оскорбили, мне это не понравилось, я не прохожу мимо, опустив голову, как будто так и должно быть. Я поворачиваюсь и говорю пару ласковых слов. Такой лайфхак вам. И этот мужчина, который пару раз услышал в свой адрес такие слова, в следующий раз тысячу раз будет думать, прежде чем какой-то девушке вслед кс-кс-кать. Не обращайте внимания на кого. Мы живем один раз. Просто район, где живешь ты, там рынок. И там очень много приезжих из деревень, которые продают там свои фрукты. И мужчины эти, как правило, ну вот такие вот, так скажем, да. Я даже смотрела квартиру в этой области, мне очень понравилась квартира, стоила недорого. На 15 этаже 16 этажки. Единственный момент, почему я не стала брать эту квартиру, хотя офигенный проект был, только из-за этого базара и вот этих вот людей вокруг. Я, знаете, что замечаю? Например, парню 20 лет, 25 лет. Он никогда не повернется, ничего тебе не скажет. А вот если мужчине 35, 40, вот он такие начнет кс-кс-кать. Больше всего меня раздражает это в Азербайджане. Если бы я своего парня увидела в такой момент, мне бы было бы безумно стыдно. И скорее всего на этом этапе наши отношения бы закончились. Вот это мне безумно не нравится в Азербайджане. Но я считаю, что такие гжи не должны диктовать нам свои условия. Иногда бывает девушка очень даже скромно одета, но просто с лица девушка очень красивая. Ей кидают какие-то комплименты. Я один раз видела своими глазами, девушка повернулась. И так оскорбила мать этого парня. Я считаю, что правильно сделала. В этом плане прям полностью поддерживаю женщину. Больше всего меня раздражает женщина-кулушая, которая говорит, да ты провоцируешь его, одевая короткую юбку. Я живу в свободной стране. Не исламской, демократической республике. Я имею право одеваться так, как я считаю нужным. И никто не имеет права мне что-то сказать вслед. Скажет, получит втройне. Какие-то оскорбительные фразы. Хочет, пожалуйста. Можем организовать. Иногда просто поражаюсь, насколько надо себя не уважать. у меня подруга давно еще устроилась на работу. И там что-то босс начал намекать на какие-то отношения. И просто боссу 60 лет. 60, прикиньте. Ей было 30 на тот период. У тебя дети, жена. О чем ты вообще? У меня всегда парень говорит о том, что за последние десятилетия, так скажем, очень сильно изменились женщины. Раньше женщины терпели все. Начиная от побоев, заканчивая изменами. И считали это нормальным. Пример. Возьмем мою бабушку. Бабушка рассказывала, что она очень всегда боялась деда. Боялась сделать что-то не так, что ему не понравится. Хотя сказать, что, например, работал только мой дед, а бабушка ничего не делала, нет. Раньше времена были другими. Сейчас женщины не терпят к себе свинского отношения и правильно делают. Боксмастер такой сытный. Но если сравнивать к UFC и Макдональдс, мне больше нравится Макдональдс. Мне нравится там обслуживание, мне нравится там еда. Там дешевле, кстати. Один и тот же десерт. Один в один. Просто копия. В KFC стоит на 30% дороже. Погиньте. Следующий вопрос задает Лала Джабидова. Лалочка, тебе огромный привет. Я бы на твоем месте приобрела бы уже дальше машину. Квартира есть, осталась крутая тачка для крутой девочки. Спасибо большое, Лала. Очень приятно на самом деле. Ну, сегодня позвонил двоюродный брат и говорит, я тут внизу сдали увидел девушку с длинными волосами и в таком коротком платье подумал, что это ты. Потом эта девушка села за руль внедорожника крутого. И тогда я понял, что это, оказывается, не ты. Он мне начал говорить модель этой машины и говорит, тебе бы очень подошла. Я прям сегодня утром зашла на сайт с тачками, начала смотреть, сколько стоит. Но для начала, естественно, нужно учиться водить. Я прям хочу получить права сама. Я это еще хотела сделать в апреле, апреле, да, прошлого года. Но не получилось. Не получилось, потому что я передумала. сначала я хотела купить машину и накопила деньги на хороший автомобиль. Потом я поняла, что я могу еще миллион накопить и получится, что у меня уже есть хата. я решила самое сложное сделать сразу, а потом уже решать вопрос там с машиной и все такое. Это уже нетрудно. Хочу сама получить права. Пусть я потрачу, не знаю, тысяч пятьдесят на инструкторов, но я хочу научиться водить сама. В общем, когда куплю, вы уже увидите. Пока рано об этом говорить. Просто присматриваю, смотрю, где что стоит. Еще такой критерий. Я очень хочу светлый салон. Если не белый, то какой-то бежевый. Не хочу черный салон. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели. это видео до конца. Если вам не сложно, то обязательно подписывайтесь. Всех люблю. Целую. Пока.